МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь-24. С главными событиями этого утра познакомлю вас я, Глеб Полянский. А теперь к основным темам выпуска. Очередную весточку из дома отправили для участников специальной военной операции. Солдатам привезут продукты питания, сладости, теплые вещи и медикаменты. Волонтеры снежного десанта сегодня отправляются исполнять свою почетную миссию. Какие районы посетит десант? Новый сорт гороха открыли в Алтайском крае. Основными направлениями его использования станут продовольственное и зернофуражное. Очередную весточку из дома отправили для участников специальной военной операции. Организаторы акции собирают необходимое для солдат уже около года, два раза в месяц. Солдатам привезут продукты питания, сладости, теплые вещи и медикаменты. Мы собираем то, что всегда нужно. Кофе, чаи, нательное белье, носки, трусы, салфетки влажные. Хотя сейчас автохит нам принес очень много салфеток, и мы их просто не покупаем. Всегда требуются батарейки. Вот такие мелочевки пока народ собирает. Большинство участников акции привозят вещи в пункт сбора самостоятельно. Помогают не только семьи, но и образовательные организации. К примеру, в Тальменском доме-интернате посылки собирают и дети, и педагоги. Мы собрали первые посылки, мы не знали, куда их отправить. Я долго искала, потом нашла в интернете вот весточку из дома. Списалась с Еленой, и теперь мы с ними работаем тесно. То есть возим посылки все время сюда, весточку из дома. Оплатить проезд банковской или транспортной картой теперь можно самостоятельно, без участия кондуктора. В Барнаульских трамваях установили валидаторы. Они работают в тестовом режиме, в двух вагонах. Терминалы закрепили на поручнях рядом с каждой дверью. Для оплаты достаточно коснуться терминала картой, браслетом или брелоком. После этого распечатается чек. Его нужно сохранить до конца поездки. Для оплаты наличными пассажирам необходимо обратиться к водителю. Данная система, в первую очередь, мы ее тестируем для того, это как первый шаг к переходу вообще к новой транспортной системе, связанной в первую очередь с работой транспорта без кондукторов. Ну и, конечно же, у нас есть дефицит кондукторов на маршрутах городского электрического транспорта. Мы это понимаем. И особенно в часы пик, при выходе в трамвайных вагонах как бы возникают пассажиров неудобства. Терминалы действуют в двух вагонах маршрутов номер 7 и 9. Они выйдут на линию в ближайшее время. Пока автоматическая система работает в тестовом режиме. Поэтому в случае сбоя во время оплаты проезда барнольцев просят с пониманием отнестись к ситуации. Лошадь по народной кличке «Легенда», которая 19 января стала участницей ДТП в Краснощоковском районе и провела несколько дней в поле с открытым переломом ноги, сейчас находится в стабильном состоянии. Об этом сообщила женщина, которая забрала животное на прошлой неделе в Барнаул. Точное местоположение лошади неизвестно, однако легенда накормлена и содержится в тепле, по словам неравнодушной жительницы краевой столицы. Женщина также рассказала нашему телеканалу. В среду приедет ветеринар с переносным рентгеном. Он сделает снимок, возьмет кровь на анализ. А пока животному делают перевязки и проводят антибактериальное лечение. После визита ветврача и его вердикта можно будет решать, где оперировать легенду. Мы продолжим следить за развитием событий. В Алтайском крае дан старт акции «Снежный десант». В эти минуты бойцы отрядов находятся на площади Победы и готовятся к выезду в районы региона. На месте работает Артем Тарасов. Он на прямой связи со студией. Артем, здравствуйте. Сколько муниципалитетов посетят участники снежного десанта? В этом году. Доброе утро, коллеги! Еще до рассвета солнца уже все бойцы отрядов снежного десанта собрались на площади Победы для того, чтобы отправиться в свою зимнюю сказку по районам Алтайского края. В этом году они посещают 21 муниципалитет, 450 студентов, 150 школьников и 50 бойцов-ветеранов студотрядовского движения. Все они отправятся в район Алтайского края для того, чтобы подарить всем зимнюю сказку. Провести профориентацию, поработать вместе с детьми и приготовить для них ряд прекрасных мастер-классов. В том числе оказать поддержку и помощь местным ветеранам, местным пенсионерам, в том числе и семьям мобилизованных. Проведут концерты и все это в течение 7 дней. Сегодня у них отправка 30 января и вернутся они назад лишь 5 февраля. То есть целая неделя большого праздника, большого события. Ну а сейчас они безумно заряжены и готовы для нас несколько песен исполнить. Ребята, давайте зарядим! Ну что ж, друзья, мы заряжены безумно. Передаю слово коллегам в студию. Продолжаем в следующих выпусках новостей. Артем, спасибо. Ждем от вас подробностей. Ученые Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий создали новый сорт гороха. В 2023 году его передают на сортоиспытания. Новый сорт черыж среднеспелый. Семена у него средней крупности с содержанием протеина до 26,5%. По словам алтайских агрономов, отличительная особенность сорта – устойчивость к осыпанию семян. Что существенно влияет на снижение потерь во время уборки урожая. За годы испытания средняя урожайность нового сорта в условиях приобия составила почти 26,5 центнеров с гектара. По этому показателю черыж превосходит стандарт на 1,5 центнера с гектара. 2000 барнаульцев посмотрели спектакль «Дневник ленинградской школьницы». Всю прошлую неделю в Театре кукол «Сказка» его показывали трижды в день. Напомню, премьера спектакля состоялась в 2020 году. В центре сюжета – реальная история 11-летней девочки Тани Савичевой. С начала блокады Ленинграда она вела дневник в маленькой записной книжке. В нем только девять страниц, на шести из которых даты смерти близких людей – матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей. Специально для Театра кукол «Сказка» драматург из Санкт-Петербурга Инна Гридина написала пьесу, основанную на биографии девочки. Для постановки спектакля пригласили барнаульского режиссера Татьяну Тимофееву. Она ответила на вопрос, зачем детям нужно узнать эту историю. Во-первых, чтобы помнили – это важно. Во-вторых, верить в то, что таких безвыходных ситуаций не бывает. Пока есть жизнь, нужно держаться за нее, бороться и верить. После спектакля режиссер ответила на вопросы зрителей. В следующий раз барнаульцы смогут увидеть дневник ленинградской школьницы в мае. Добавлю, возрастное ограничение спектакля – 12+. Масленица – один из самых любимых праздников россиян. Его отмечают в течение недели перед Великим постом. В 2023 году Масленица начнется 20 февраля и закончится 26-го. Корнями праздник уходит в язычество. По сути, это прощение с зимой и торжественная встреча весны. На каждый день недели существовали определенные обряды. Давайте узнаем, какие. Итак, понедельник – встреча Масленицы. Вторник – заигрыши. В этот день начинались веселые игры. Среда – тещины блины. Зять должен был обязательно прийти в гости к теще. Четверг называли «разгуляй». В этот день наступало время развлечений. Пятница – тещины вечерки. Зятья звали тещу на угощение. В субботу женщины, которые уже вышли замуж, приглашали к себе сестер мужа, пекли для них блины и накрывали на стол. И, наконец, воскресенье – проводы Масленицы. Этот день еще называли прощенным воскресеньем. Также в последний день Масленичной недели сжигали чучело. Шесть медалей завоевали юные алтайские сноубордисты на соревнованиях в Кемеровской области. Спортсмены боролись за победу в слаломе-гиганте и параллельном слаломе. В первый день состязаний Арсения Картамышева выиграла параллельный слалом на Кубке Горной Шории, а Мария Травиничева завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях среди юниорок. Обе спортсменки – воспитанницы краевой спортивной школы Олимпийского резерва «Горные лыжи». Второй соревновательный день принес нашим спортсменам еще четыре медали – два золота, серебро и бронзу. А у меня все. К этому часу еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok